Доброго времени суток! На телефон, на смартфон, на Android и iOS выпустили для того, чтобы подогреть интерес к этому бренду и увеличить продажи. Ну, я так понимаю, что все знают, о чём идёт речь. Это игра Max Payne. Вот, собственно, игра. Могу рассказать про меню. Значит, это полноценный порт, то же самое, что на iOS. То есть, несколько языков, локализация полная русская, всё переведено, всё соответствует. Обсуждать сюжет игры бессмысленно, потому что кто проходил, тот знает. Я, честно говоря, играл только во второй-третьей части. Вот первый был проходить, собственно, на своём Nexus. Сюжет, значит, вот как на ПК был, так и остался. Интересно обсудить сам порт. В настройках есть такой пункт интересный, как видео. И можно выбрать разрешение экрана, резкость текстур. Ну, я поставился на максимум, благо телефон позволяет. Вот. Можно сохранить, загрузить игру. Всё, всё как на полноценном. Вот есть какой-то вот скриншотик, чтобы увидеть новости о Max Payne 3. Ещё какой-то есть пункт чит-кода. Вот. Он у меня не доступен, потому что у меня нету записи на Social Club. Вот. Возобновим игру. Мне не совсем понятен, зачем нужно справа создавать стик временный. То есть слева-то понятно, а вот справа... Значит, я ещё не совсем разобрался с bullet-таймом. Ну, хотя нет, вроде разобрался. Прыгает он как должен. Сопутствует... Ну, тут, кстати, есть поддержка... То есть телефон становится как джойстиком, то есть с виброотдачей. Значит, перед тем, как скачивать... Игра, по-моему, стоит порядка 100 рублей, она стоит вот этих денег. Перед тем, как скачивать, смотрите, значит, девайсы, которые поддерживает игра, чтобы потом не жаловаться, почему у меня не запустилась, почему она у меня лагает, тормозит, там надо запускать через чайник или ещё что-то. Всё висит на сайте, значит, play.google.com, там написано, о чём запускается. У меня идёт она и на Nexus, и на Tegra. Есть автоприцеливание, вот я как раз с помощью него противника и убил. Добавляет кажуальность этой игре. Я считаю, это неплохо, потому что всё-таки телефон, здесь такого хардкора не хочется, который был... Ну вот я играю криво. Кстати, по всей видимости... По всей видимости, уменьшили количество получаемого дамага. Уж очень тут как-то пока просто. Я вот помню, недавно приходил Max Payne 3, вот там хардкор полный. То есть одно попадание – это... Треть хп. Не, ну что, молодцы, рукстары, подогрели. Единственное, что сделали они подло, это то, что ждали этот порт на больше месяца. Ну, работает стабильно, вот. Такая вот милая стрелочка для выбора оружия. И ещё, если я не ошибаюсь... А, кстати, у меня на Nexus интересная особенность. Кнопкой вызова дополнительного меню происходит сохранение быстро. Это, кстати, очень приятно. То есть, как F9 на ПК, здесь сделали тремя точками. Интересно, вот как кастомизируется управление. Честно говоря, я не вижу пункта, чтобы изменить размер и положение значков. Ну, видимо, это не особо нужно. Так, в принципе, достаточно всё удобно, под рукой. Детализация... Кстати, по поводу графики. Детализация стала выше. Игра весит 1,5 гигабайта. Вот пока, видимо, сейчас перегруженные сервера у Rockstar качаются медленно. Вот, непонятно, убивать его стоит. Видимо, стоит. Короче, игра... А, ну, не стоит. Ну, в общем, игра супер. Порт отличный. Rockstar молодцы. Вот, как всегда, плохих игр не делают. Советую всем скачать. Вот, и заплатить, а не качать ломаную версию. Она реально стоит тех денег, за которые продают в маркете. А стоит она там копейки. Вот, всё-таки Rockstar... Ну, такая контора, которую... Которую стоит поддержать. Всем спасибо за просмотр обзора. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова